МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города» в студии Марии Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Отрезаны от мира жители Промского района возмущены перекрытием гидроузла. Беда не только для машин. От ям в Рязани страдают и пешеходы. Итоги праймера, сиперспективы на будущее, состоялась 28-я конференция партии «Единая Россия». Настоящая дорога раздора в 80 километрах к югу от областного центра расположен гидроузел Рязанской ГРЭС, который служит неким мостом, соединяющим сразу несколько сел Кораблинского района с Новомичуринском. Сейчас его полностью перекрыли. Жители обратились в нашу телекомпанию с просьбой разобраться в ситуации. Этот гидроузел находится на территории Рязанской ГРЭС. Его протяженность около километров. По сути, он является единственной дорогой к Новомичуринску и Кораблино для жителей сразу нескольких сел. По сути, эти населенные пункты расположены на границе Промского и Кораблинского районов. Через ГРЭС самый короткий путь до города, где работают сельские жители. 7 июля гидроузел закрыли, что стало настоящим сюрпризом для жителей. В результате более тысячи человек добираются до Новомичуринского объезда. Объездной дороги нет. Люди не могут ни в больницу попасть, ни покушать купить. Мы далеко от центра Кораблино находимся. Мы вообще там Николаевы не нужны в помине. Об нас никто не помнит. Мы с детьми никуда проехать не можем. Таксисты цены ломят везде. Объездная дорога не готова. Ничего не готова вообще. Нас просто перекрыли, как собакам, дыхалку и все. У нас наводнение, когда тот мост затапливается, здесь закроется, мы вообще остаемся заложенными. Они просто на острове будем, они не питаются. Там ни скорая, ни пожака, никто. И мы сами в больницу не попадем в ничего. Раньше, допустим, если Кораблинский шел автобус, у него муж не пилал на работу, а сейчас он просто, и нам приходится забираться на такси. Они говорят, ну и что? А кто оплатит мне это? А это, простите, простите, объездная дорога, пока Алдобина, кто ремонт не будет платить. Представители ГРЭС уверяют, в установленный законом срок за 30 дней о перекрытии гидроузла были оповещены Пронская, Кораблинская и Новомичуринская администрации. Почему они не сообщили об этом людям, никто не знает. Сами жители близлежащих населенных пунктов говорят, что узнали об ограничении движения за три дня до перекрытия и не от представителей администрации, а из информационных счетов. По официальной версии, основанием для полного перекрытия движения стал ремонт гидроузла. Представители ГРЭС пояснили, что ремонтировать его по полосам просто невозможно, потому что плотина насыпная. Строительная работа подразумевает вскрытие всего асфальта на всей ширине проезжей части. По документам, ремонт будет длиться 70 дней, но за кадром сотрудники отметили, что, возможно, при благоприятных условиях одну полосу откроют через три недели. Они уверили нас, что понимают возмущение жителей, но сами при этом вызвали полицию. Что организатор, так сказать? Мы все, все организаторы. Мы сами решили, собрались. Причина. Причина? А вы что, не знаете нашу причину? Знаю, все знаю. То, что у нас перекрыли дорогу, нас оставили без цивилизации. Ни скорая, ни пожарная. Ни хлеб нам не могут привезти. А вы, получается, жители Бестужева? Да, жители Бестужева. Не только Бестужева, Юракова. И дальше туда доедут. Нам поступило сообщение, что здесь несанкционерный митинг происходит. Где митинг? Поэтому мы отрели, мы приехали разобраться. Мы не мугались, не кричали. Мы к вам претензий не имеем. Вы на поле сейчас свои, так скажем, претензии на поведение. Причина того, что... Причина нашего сбора. Мы со своей стороны, в рамках своей компетенции, будем по этому вопросу разговаривать. Наверное, в этой ситуации, правда, у каждого своя, но никто не отменял законов человечности. Нам пообещали, что в экстренных случаях, таких как проезд скорой или пожарной машины, поездка к врачу и так далее, можно будет позвонить в полицию, откуда, в свою очередь, будут звонить в службу охраны ГРЭС, после чего можно будет проехать в город. На словах это звучит правдоподобно, но как это будет на практике, представить сложно. В любом случае, мы будем следить за ситуацией. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Пройти можно, но легко споткнуться тротуары и пешеходные дорожки. В парках в самом центре города настолько разбиты, что зачастую гулять по ним просто опасно. В теме разбиралась Дина Исляева. Разбитая плитка под ногами, развалившийся асфальт, из-под которого выглядывает песок. Памятник Сергею Есенину с грустью смотрит на разрушающийся постамент. Верхний городской сад, в народе называемый Наташкиным парком, любимое место отдыха родителей с детьми. В центре города с колясками погулять больше негде. Кирилл ходит сюда с 10-месячным сыном Григорием несколько раз в день. От неровных дорожек, рассказывает он, безусловно, есть польза. Помогает укачивать ребенка. Бывает не очень удобно ходить, как бы коляска постоянно застревает. То есть, хотелось бы, чтобы было поровнее. Показать гостю из другого региона памятник грибам с глазами святая обязанность рязанца. Так решила Нина и повела подругу из Москвы Настю в парку филармонии. Иногда спотыкаться можно, но если внимательно смотреть на дорогу, думаю, ничего страшного. Парк, в принципе, красивый очень даже. Я тут впервые мне вот экскурсию проводят. Ну, жалко, конечно, что очень много трещин, сколов, побитостей. Так, если отремонтировать, очень даже красиво. Разбитую плитку когда-то давно пытались залить цементом, но он уже начал разрушаться. Клумба у входа тоже разваливается. Единственное достоинство парка – чистота, если не считать припрятанных между деревьев. Мешков с мусором. Разбитые дорожки по сравнению с этой лестницей – еруда. Если днем здесь еще можно спуститься, то вечером легко отступиться, и такая прогулка почти наверняка закончится поездкой в травмпункт. Не в лучшем состоянии и пешеходные улицы в центре города. В районе площади театральной местами из-под асфальта проглядывает земля. Разбитый участок приходится обходить. Мне нравится, конечно, хотелось, чтобы сделали нам тротуары. Ровнее, лучше, запинаешься, и тогда чуть не падаешь уже. Конечно, надо бы желательно, конечно, отремонтировать их надо. Плохо очень. И с точки зрения эстетики даже некрасиво. А мы хотим, чтобы все, Рязань, красивой была. Мы обратились в администрацию города с предложением прокомментировать ситуацию и будем следить за развитием событий. Дина Ислеева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». В Рязани прошла 28-я конференция Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия». В ней приняли участие около 180 делегатов и более 200 гостей. Главной темой обсуждения стали предстоящие 9 сентября выборы в Городскую думу. Подробности далее. Главной темой в повестке дня стало определение кандидатов в депутаты Рязанской городской думы нового созыва по единому избирательному округу и по одномандатным округам. Выборы, которые пройдут в сентябре, обещают стать важным политическим событием 2018 года. Это самая крупная из 200 избирательных кампаний, которые пройдут в регионе 9 сентября 2018 года. В городе Рязани проживает половина жителей региона. Здесь сосредоточены крупнейшие производства и большой интеллектуальный ресурс. Во многом на областной центр равняются другие муниципалитеты. Поэтому выборы в Рязани безусловно важны для всей области. Стать кандидатами решили более 200 человек. Таким образом, конкурс составил 5 человек на место. Работы у кандидатов много, а желание улучшить жизни рязанцев не меньше. В период предварительного голосования наши кандидаты выступили инициаторами так называемых проектных мастерских по различным направлениям. Это формирование комфортной городской среды, здравоохранение, улучшение экологической ситуации в Рязани, строительство и реконструкция спортивных сооружений и учреждений культуры, помощь старшему поколению. Уверен, что работа кандидатов в рамках проектных мастерских позволит сформировать действенную программу развития города с учетом мнения наших рязанцев. По итогам предварительного голосования определились лидеры общественного мнения. Это те кандидаты, которых реально поддержали люди. В рамках 28-й конференции прошло тайное голосование, а также награждение победителей проекта «Политстартап» 2018 года. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Вопросы, связанные с земельным, транспортным и налогом на имущество физических лиц обсудили на встрече с журналистами в налоговой службе. Также состоялась презентация промо-страницы интернет-сайта «ФНС России. Налоговое уведомление 2018». Подробности в следующем сюжете. Информацию о применении налогового вычета, земельному налогу, кадастровой стоимости и налоговой базы можно найти онлайн. Промо-страница «Налоговое уведомление 2018» описывает содержание налоговых уведомлений. Кроме того, с ее помощью можно обратиться в налоговые органы за разъяснение по всем вопросам, касающимся налоговых уведомлений. Информация на промо-странице поможет налогоплательщику разобраться, как оформлено налоговое уведомление, из чего оно состоит, что в него входит. Также на промо-странице указан ряд жизненных ситуаций, с которым может столкнуться налогоплательщик при исполнении своих налоговых обязательств. Компания по формированию и рассылке налоговых уведомлений уже стартовала в Рязанской области. Владельцы земельных участков, недвижимости, автомобилей получат их в ближайшие два месяца. В этом году для льготников, ветеранов Великой Отечественной и боевых действий, героев Советского Союза, инвалидов первой и второй группы пенсионеров, будет действовать налоговый вычет. Этот вычет предоставляется по одному земельному участку по выбору налогоплательщика. Работает это таким образом. Если площадь земельного участка не превышает 7 соток, налог не исчисляется. В том случае, если площадь земельного участка превышает 600 квадратных метров, тогда налог исчисляется с оставшейся площадью. Кроме того, в этот раз в налоговое уведомление впервые будет включен расчет налога на доходы физлиц за 2016-2017 годы. Он применяется на доходы, по которым не был удержан НДФЛ. Оплатить налоги на имущество нужно будет до 3 декабря. Дина Исляева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». К новостям недели. Самые масштабные за всю историю. На полигоне под Рязанью прошли учения, в которых приняли участие более полутора тысяч военных, более 50 единиц бронетехники и около 70 самолетов ВКС России. Первыми десантируются разведчики. Выброска происходит с разных высот от 600 до 2500 метров. Для десантирования на учениях использовались парашютные системы «Тандем-милитари» и «Арбалет-3». Эти парашютные системы предназначены для доставки специалистов и грузов в труднодоступные районы. «Тандем-милитари» находится на завершающем этапе госиспитания и до конца года поступят в воздушно-десантные войска. После разведчиков недалеко от места предполагаемого боя высаживается группировка, которая должна отвлечь внимание. Пока ложный десант сражается с противником, основные силы выдвигаются к аэродромам. Удар из пяти залпов и начинается бой. «Черный дым» смешивается с «белым». По ведению учений после десантирования военные должны захватить вражеский аэродром. Бои идут сразу в нескольких местах. В завершающие испытания на этих учениях прошла система «Бахча», которую используют для десантирования БТР. В этот раз внутри бронетранспортера, который весит 14 тонн, находились трое испытателей. Высота 1800 метров, скорость 10 метров в секунду. Это первые подобные учения. Обычно экипаж десантируется отдельно. Как отметил главком ВДВ, испытания с тремя военными внутри БТР позволят в будущем десантировать расчеты внутри боевых машин. Во время учений, которые проходили одновременно на нескольких полигонах, десантники уничтожили крупный пункт тылового обеспечения и управления условного противника. Форсировали водную преграду во время передислокации, захватили выгодный рубеж и удерживали его для поддержки наступления основных сил. Учения длились пять дней. Участие в них приняли более двух с половиной тысяч военных и свыше двухсот бронемашин. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Коммунальный грабеж устроили управляющую компанией рязанцам. Более 30 человек обратились к правозащитникам, потому что за май и июнь им предложили оплатить с учетом июльского четырехпроцентного повышения. Оштрафовать управляющую компанию это право квартиросъемщика, рассказывает руководитель Ассоциации защиты прав потребителей человек Олег Попов. Каждый, кому насчитали платежи за май и июнь по завышенным тарифам, имеет право потребовать, чтобы переплату вернули на счет, если управляющая компания откажется идти в суд. Если этот платеж вы провели, вы имеете право начислить на превышение этой суммы штраф, то есть получить штраф как потребитель коммунальных услуг. Это заложена норма в правилах предоставления коммунальных услуг. Но есть одна оговорка. Вы не в денежном выражении получаете эти деньги назад с учетом увеличения в полтора раза, а эти деньги еще идут в счет будущих платежей. Однако вовремя внесенные платежи не всегда гарантируют качество комуслуг. В одном из подъездов дома номер 18 по улице Энгельса в субботу отключили газ. Жильцам сказали ждать голубого топлива до понедельника. В одной из квартир хозяин решил самостоятельно поменять колонку и выходные этим вопросом заниматься никто не будет. В понедельник я пришел с работы в обед. Газа никакого нет. Звоню туда, в Горгаз. Они меня посылают, звонят, говорят, в дом управления нам никаких денег не перечислили. Я говорю, ну я-то вам плачу деньги, ты не нам платишь, ты кому-то еще там. Ну вот круговерь тут такая. Люди остались не только без возможности приготовить себе еду. Еще и без горячей воды в доме у всех установлены водонагревательные колонки. Николай принес электрический чайник из гаража, готовили в микроволновке и мультиварке. Сложнее пришлось людям пожилым. Бутерброд сделали и чай попили. Ну на этом вот три дня держались. Больше не на чем. Ни микроволновок, ни мультиварка у нас нет. Ну уж мы вроде старые, поэтому мы и не пытаемся их приобретать. Ну вот, наверное, придется. Владелец злополучной квартиры появился в понедельник извиняться перед соседями. Он не спешил. А я же не начальник Горгаза. Ну вы сегодня все отремонтируете или нет? Ну ребята все сделают. Работы в доме начались только после того, как жильцы сообщили диспетчеру Горгаза, что о своей проблеме расскажут журналистам. Если бы не этот звонок, остается только гадать, сколько бы еще они сидели без газа. Дина Ислева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Уникальная находка для археологов в районе Рязанского Кремля на Вознесенском муроскопе обнаружили перекресток старых улиц. Мостовую и заборы усадеб датируют предположительно к отцам 15-го началом 16-го веков. Подробнее в сюжете Дины Исляевой. Одна из улиц предположительно вела Ковиденской башни, в честь которой назван Раскоп. Дерево, дуб, но пока в плохом состоянии. На анализы такие образцы отправить нельзя. Но археологи надеются, что дальше находки будут лучшего качества. Сейчас можно сказать, что на этой улице домов зажиточных рязанцев скорее всего не было. Все предметы быта простые, керамика, кости, глиняная свистулька и лодочка, вырезанные из дерева первые детские игрушки найдены в этом сезоне. Хранят лодочку в емкости с водой. Дерево на воздухе начинает разрушаться. Поэтому мы сначала держим в воде, потом немножко обсушиваем и кладем в морозильную камеру. Оно вымерзает в течение нескольких лет, теряет воду, становится сухим и тогда его можно экспонировать. Некоторые кувшины археологам удается собрать по частям. Уникальная находка изразец с птицей Сириным, предположительно конца 16-го, начала 17-го века. Не исключено, что был изготовлен в Рязани. Прямо во время съемок студенты нашли еще один уникальный элемент в части керамического рукомойника. Можно сказать, что с помощью этой находки можно сказать, как люди, чем они умывались, то есть как это выглядело примерно, какой был быт у людей. В основном мы находили керамику 17-го, где-то 16-го века. Вот сейчас мы перешли на пласт 15-го века. Различные кости животных находили. Ну, были и индивидуальные находки, но их я не находила. Вот это первая только находка рукомойника как раз. На этом раскопе работы идут уже третий год, пока сняты полтора метра грунта. Самые интересные находки рассказывают археологи впереди. Чем глубже слой, тем больше вероятность, что он не затронут коммуникациями, и в нем сохранились предметы старины. Археологи называют себя создателями машины времени. На раскопе только один шаг отделяет 21-й век от 15-го, и никогда не знаешь, какие сюрпризы приготовила прошлое. Дина Ислева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». И снова дорожная проблема. Главной темой наших сюжетов в очередной раз стал провал асфальта. На этот раз на улице Пожалостино. Напротив входа в Академию ФСИН огромная яма. Водители ее объезжают по встречке. Аварию дается сбежать только благодаря тому, что улица не сильно загружена транспортным потоком. Куча мусора и грязь. Скорее всего, этот провал появился еще весной, но его так и не заделали. Оставить авто пока можно бесплатно, поэтому Пожалостино забито машинами. Из-за парковки, которая занимает значительную территорию, проезжие части проехать здесь сложно. Яма практически местная достопримечательность, самая глубокая из всех имеющихся на Пожалостино. Провал образовался давно, но его даже не потрудились засыпать щебнем. После дождя в нем собирается грязь, злоупотребляющая табачными изделиями используют яму кокурну. На этом участке улицы планируется провести ремонт. 700 метров дорожного полотна приведут в порядок. Остается только надеяться, что он начнется до того, как яма станет еще больше. Рязанская область может стать одним из 29 регионов, где будут проводить трансплантацию органов. На прошедшие недели было подписано соглашение между регионом и Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов. Также подписали договор между ОКБ и Центром трансплантологии. Уже в этом году планируют провести первую операцию. Подробности далее в сюжете. Подписание соглашения о сотрудничестве и договоре между регионом и Национальным центром трансплантологии стали отправной точкой в создании настоящего медицинского кластера на базе областной клинической больницы, который руководит заведующий кафедрой хирургии, акушерства и гинекологии ФТПО Рязанского медицинского университета Дмитрий Хубезов. Именно на базе этого медучреждения и планируется открытие центра в области. Перспективы развития и возможные проблемы обсудили на конференции. В скором времени в регионе будут созданы специальные бригады, в состав которых войдут ведущие хирурги и реаниматологи, терапевты и онкологи. По словам специалистов, в стране крайне остро стоит вопрос донорства и трансплантологии. Сейчас рязанским врачам предстоит пройти обучение и получить соответствующие сертификаты. Только после этого можно будет получить лицензию на оказание подобного рода медицинских услуг. Если лицензия будет получена, Рязанская область станет 30-м регионом, где проводят трансплантологию. И здесь уже предстоит серьезная работа не только для медиков. Транспортная инфраструктура, полиция, вооруженные силы именно от их слаженной работы будет зависеть, привезут ли вовремя донорские органы. Стоит отметить, что рязанские врачи уже готовы к такой слаженной работе. А регион для создания нового центра был выбран далеко не случайно. Сергей Готьев в своей практике сделал более тысячи сложнейших операций. Он заверил, что после открытия в ОКБ центра трансплантологии, они всячески будут помогать рязанским коллегам. Ведь именно трансплантология по праву считается венцом медицинского искусства. И это предстоит постигать на практике. Важно учесть множество нюансов. Подойдет ли донорский орган конкретному человеку, не будет ли отторжения, нет ли противопоказаний и так далее. Мы, конечно, будем участвовать в отборе пациентов предварительно. Создание листа ожидания. А лист ожидания – это тоже достаточно такой продуманный документ, потому что туда должны войти те пациенты, у которых действительно есть показания, отсутствуют противопоказания и так далее. Кроме того, лица, которые находятся в листе ожидания, они должны периодически именно мониторироваться на сиюминутную пригодность трансплантации. Потому что донорский орган может появиться в любой момент. Важно, что многие рязанские врачи уже готовы к работе в Центре трансплантологии. И здесь неоценимый вклад в развитие современной медицины вносит Рязанский медицинский университет имени Ивана Петровича Павлова. По сути, первая такая операция в регионе прошла в Виварии медуниверситета. Экспериментальную лабораторию Ветлаб посетили и высокие гости из Москвы. Там студенты как раз делали пересадку почки животному. Фактически, Рязгому уже готовят врачей-трансплантологов. Говоря о развитии в регионе уже трансплантации полноценной, органной донористой трансплантации, мы, наверное, здесь будем говорить о развитии всей системы здравоохранения. Может быть, даже смело сказать, перезагрузки, такое здравоохранение 2.0, как сейчас модно говорить. Потому что, конечно, трансплантация подтянется неминуемое развитие всех отраслей. Это и сама хирургия, это и терапия, и анестезиология реанимации, и патанатомия, и клиническая лабораторная диагностика, и выхаживание этих больных различной технологией. Конечно, это системное решение. Главный врач ОКБ и заведующий кафедрой хирургии, акушерства и гинекологии ФПО РязГМУ Дмитрий Хубезов отметил, что ОКБ и Рязанский медицинский университет просто неразделимы. И сейчас есть некий дефицит медицинских кадров, но благодаря слаженной работе его быстро удастся решить. А создание центра трансплантологии на базе ОКБ открывает новые перспективы. Не столько для врачей, сколько для пациентов. Практически у нас в области будет все, то, что надо. Она будет полностью самодостаточная, и мы не будем иметь необходимости посылать пациентов в какие-то другие регионы. Есть ряд пациентов, которые нуждаются трансплантологией. Ежегодно прибавляется пациентов, которые, если мы говорим о почке, на гемодиализ. И вот чтобы не росло это количество, необходимо то количество, которое приходит на гемодиализ, делать им трансплантацию почки. Потому что качество жизни, да и финансовая составляющая при этом намного лучше и выше. Основной акцент в трансплантологии будет сделан на пациентов с почечной недостаточностью. Именно эта патология чаще других нуждается в пересадке органов. Первую операцию планируют провести уже в этом году. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». День семьи, любви и верности отметили в загородном клубе «Садик детства». На импровизированной сцене, на свежем воздухе дети приготовили для своих родителей творческие номера. В красивейшем месте Рязанской земли, где пейзажи завораживают взгляд, расположен «Садик детства». Здесь прошел праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Дети подготовили для своих родителей увлекательный концерт. В нем приняли участие ребята, отдыхающие в летнем лагере, который работает в «Садике детства» уже четвертый год. Даже самые маленькие постарались порадовать своих мам и пап. В увлекательных конкурсах и викторинах с удовольствием принимали участие и дети, и родители. Мама, держа в руках символ праздника и чистоты, полевую ромашку, приготовленную специально для выступления руками детей, исполнили танец. Песни, танцы и стихи звучали в этот вечер в «Садике детства». Воспитатели подготовили программу таким образом, что в празднике принимала участие вся семья. Улыбки на лицах стали символом такого доброго Дня семьи, любви и верности. Перед началом праздника родители разместили на специально подготовленном импровизированном дереве сердца. Семья – это самое главное в жизни. Эти сердца символизируют нашу любовь к детям. Все родители прикрепили от себя каждое сердечко. Это, в общем, символ нашей любви к детям. Это прекрасная традиция. Хорошо, что она набирает обороты в современное время. Воспитанники садика детства все как один. Рассказали нам о дне семьи, любви и верности. День семьи, любви и верности, праздник, он нужен, чтобы открыть праздник семьи. Нужен, чтобы радоваться и веселиться. Семья – это мама, папа, я, бабушка, дедушка и мои все предки. Мама, папа, дедушка, бабушка и сестра. Семья собирается вместе. Всегда всем весело. И этот праздник символизирует любовь в семье, которая так нам важна. Ведь в семье мы родились, растем, продолжаем расти, увеличиваем эту семью. Семья – это часть нашей большой жизни. В рамках дня семьи, любви и верности прошло награждение самых активных воспитанников лагеря и садика детства. Но и остальные не остались без внимания. Подарки получили все. Сначала любовь, потом семья, и потом только эта бесконечная верность друг к другу. Именно так сложилось и у нас с вами. Мы с вами встретились, полюбили друг друга. У нас получилась такая огромная дружная семья. И мы на протяжении многих лет верны друг другу. В завершении праздника прямо на асфальте расцвело ромашковое поле. А воздушные шары белого и желтого цветов взмыли ввысь выше неба. Это стало символом той любви, которую родители дарят своим детям. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Природа ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52-53-54. Субтитры создавал DimaTorzok